Доброе утро, мы опять в офисе 1580. Сергей, скажите, что у нас было интересно за эти... У нас вчера ДТП на перекрестке улиц Комсомольской и Королитных, сейчас он из Тритинской Патриарха Мстислава. Ну, там вроде бы серьезных пострадавших нет, доставлен один человек был к Трампу. Это... Ну, я думаю, что это не в связи с погодой, возможно, кто-то не справился с управлением, потому что это еще случилось днем. Вечера ДТП. Да, да, да. Сегодня ночью уже работают педницы техники, мы посыпали основные маршруты там, где опасные участки дорог, шляхопроводы, это подъемы, которые Ленин, но крутые подъемы. То есть, в принципе, уже готовы, уже более масштабно. Гололюб брался, да, значит. Значит, из интересного, вчера еще прошли командно-штабные учения в городе. Одно из водных было как раз сильные снегопады, то есть уже были отработаны и, ну, в теории, отработаны действия коммунальных служб, действия медицинских служб и патрульной полиции. А сколько родителей у него обращение участия? Вчера обратилось в отдел 219 человек. Ну, там они имеют в обучение участие? В обучении, ну, в основном там начальники управления, которые были задействованы. То есть это вооружение управления, это охрана здоровья, это транспортный отдел, полиция. То есть, в принципе, все, которые могут быть задействованы при ликвидации каких-то определенных чрезвычайных происшествий, вчера были задействованы. А вы где проходили? В Урис Лукоми, Никипева ввел, Чепурко потом присоединился, потому что у нас Алексей Григорьевич, он возглавляет комиссию по ликвидации чрезвычайных происшествий. То есть были отработаны, одна интересная водная была, тоже в теории отработали мы возможность взаимодействия коммунальных служб при взрыве котельни на космичный директ. Это чисто в теории было происходило, но тем не менее мы уже сделали определенный план действий. То есть, если, не дай бог, такая ситуация случится, то мы сможем отреагировать. А есть чего бояться? Я думаю, что нет, но лучше быть готовым к таким ситуациям. Какая ситуация? Еще раз говорю, это все просто было в теории организовано. Просто взято за основу? Да, да, да. Что у вас позвонок? В отделу 219 человек вчера обратилось, основные, скажем, вчера уже по отоплению более-менее, потому что котельник все работали... Ну, прошли, я там видела, выдавали, через полтора часа уже заработали. Да, то есть, в основном это был вывоз мусора в негабарит возле контейнерных баков, то есть, уже были обращения по поводу нанесения разметки, мы их все вечером, мы их сегодня будем передавать, потому что там действительно разметка на аварийном участке, который на понятке 65, там действительно на прошлой неделе случилась авария, но там надо нанести разметку. Ну, тем не менее, все равно там знаки до этого стояли, но сам пешкодный, ну, коллекодный, да, отсутствовал в вазе, правда, ну, я думаю, что в ближайшее время мы справимся с этим навесом. Ну, а так, прошло все спокойно, у нас единственное, что остается еще до сих пор, с 10-го числа, один дом, отключенный от газа, это Шевченко, 22-46, по стояку. Я общалась вчера с газовиками по этому вопросу, сказали, что надо только, чтобы люди приехали, там, где квартиры, они не могут попасть. Не дают вступать, да, они проверят, и тогда обязательно нас запустят, так что мы очень надеемся, что это вот скоро будет. Ну, мы со своей стороны тоже будем шеем передавать, потому что люди нам звонят, те люди, которые пустили в свою квартиру, что у них проверили, они до сих пор сидят без газа, и, ну, по крайней мере, как нам говорят, они платят справа, я думаю, что такой ситуации не должен быть. Я понимаю, что газ это серьезная вещь, что возможны аварии и так дальше, но, тем не менее, люди в такую, тем более, погоду, если там, ну, там, по-моему, у нас отопление, отопление, централизованное, да, но все равно, я считаю, что нужно, скажем так, возобновить газ в ближайшем. В принципе, на сегодня у нас... Да, в принципе, в принципе, все, да. Будем надеяться на то, что гололюда сильного не будет, если снежок, то лопатый и красивый, а по погоде что у нас? По погоде у нас на сегодня ночью передавали минус 3, минус 5, но днем ожидается минус 1, плюс 1. Также передают нам вроде бы как сегодня без опадев и ветер у нас восточный 5-10 мкс. То есть, получается, серьезного и страшного не будет, небольшой мороз. Все, Сергей, спасибо тогда, до завтра. Спасибо большое. Спасибо большое.